здравствуйте сегодня покажу как делать знаки и замки на форме в одном из комментариях просили раскрыть эту тему более подробно то есть сейчас на форме было уже сделано на модель выставлен пластилиновый бортик по предварительной разметки сама модель закреплена на ровном плоском основании что будем делать следующим шагом есть обычный металлический стек любит он так сделаю предварительную разметку как пойдет у нас замки то есть на расстоянии приблизительно 2 сантиметра от тела модели я рисую разметку что в дальнейшем по этой разметки выполнить замки рисую я не только на расстоянии 2 сантиметра где-то около двух не больше двух можно чуть ближе можно чуть меньше но еще также стараюсь повторять силуэт нашей самой модели вот после того как прочертил силуэт покажу нам поближе вот линии идут приблизительно два сантиметра чуть ближе чуть дальше не критично главное чтобы не сильно далеко дальше при помощи стека вот он стек буду делать замки пробовал разные виды замков то есть и при помощи канавки при помощи точек плюсы и минусы есть и здесь и здесь то есть данный вид замков виде канал гораздо сложнее изготавливать то есть на него уходит больше времени вон лучше держит при эксплуатации то есть он меньше пропускает материал то есть лучше и даже если ваш материал даст усадку силиконом примеру силиконовая вкладка даст усадку то замки вас спасут им форма не будет течь при помощи точек точки делается гораздо быстрее меньше трудозатрат но при изготовлении силиконовой формы здесь проблема не возможно попадание в них пузырей силикон не полностью заполняет эту точку там остается воздух и в результате наш замок не до конца проливается воздух делать не дает при помощи стека аккуратно сначала не на всю глубину каждым разом все глубже глубина нашего замка должна быть приблизительно 5-7 миллиметров меньше не надо больше нежелательно если сделаете больше будет просто у вас перерасход силикона именно дольше придется заполнять саму поверхность форму если сделаете меньше будет замки ваши менее эффективны видно хоть меньше делаю также по говорительно нанесенной разметки бежу нашим стеком пластилин а так по всему периметру предварительная разметка наших замков позволяет вам изготовление их думать не о том как пойдет замок и правильно вы это делаете просто контролировать процесс контролировать глубину резания почищаем край он был ровненький аккуратный и и и и и и и и и я думаю принцип понятен построение самих замков следующим этапом нам необходимо нанести вот такие вот вещи чтобы наш замок имел дополнительную жесткость которая не позволяет одной силиконовой полуформе смещаться относительно другой процессе эксплуатации литья и придает нашему замку большую жесткость расстояние выбирая приблизительно тоже от сантиметра до 2 глубина канавки также может быть зависеть от размера вашей модели чем больше модель больше ширина может быть и глубина при резании но и советую делать больше 10 миллиметров глубину ну Продолжение следует... Ну вот точно так же, или аналогично, делаем мы с другой стороны, чтобы не затягивать видео, запись включён, когда уже будет готовый конечный и законченный результат. Вот так выглядит. Так вот получается замки. Стэк. И всё, в принципе. Вот такой вот законченный вид будет иметь пластилиновый бортик с выполненным на нём замками. Что хочу отметить, что чем больше поворотов будет содержать ваш замок, тем больше жёсткость у него будет. То есть, раз поворот, два поворота. И это не позволит смещаться одной в силиконовой полуформе относительно другой. Что это даёт в конечном итоге? Это даёт, что ваши швы на будущей отливке будут меньше. Времени на зачистку этих швов у вас или вообще не будет уходить, или вы его будете тратить минимум. То есть, в принципе, сразу. Отлили, поставили, отлили, поставили. То есть, деньги будете зарабатывать гораздо быстрее. Нежели, когда ваши швы будут большими, громадными. Вот таким вот образом получилось. Следующим этапом, что необходимо будет сделать, это выставить по периметру опалубку и нанести силикон. Значит, если для вас это видео было полезным, вы получили действительно отсюда полезную информацию, которую до этого не обладали, прошу подписаться на канал и поставить лайк этому видео. Для вас это будет сделать несложно, а для меня будет приятно. У меня это будет мотивация снимать новые видео и делиться своим опытом. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч.